Приветствую, друзья! Знаете, почему я написал? Синхрогимнастика. Чтобы чётко видно было, да. Интересно. Сейчас послушайте, какая вещь интересная. Синхрогимнастика – это значит, вы подбираете себе собственные действия, которые простые, комфортные, синхронные с вашим текущим состоянием в тот момент, когда вы это делаете. И получается у вас собственная физкультура, которая абсолютно соответствует именно вам. Потому что, когда действие соответствует состоянию, происходит сброс нервно-психического напряжения за счёт того, что нет внутреннего конфликта между, образно говоря, душой и телом. Нет конфликта, и поэтому нет личного напряжения. Поэтому вы, подбирая действия, которые вам нравятся, выходите на состояние свободного. Ощущение лёгкости, полётности. Включается вместо адреналинов, эндорфины. Вы такое ощущение испытываете, как будто... Ну, были вот буквально-буквально пять минут назад в таком состоянии стресса, а теперь будете в таком состоянии, как будто слегка выпили. Ну, я уже говорил, что поэтому в природе вино люди и придумали, чтобы заменять этот эндорфин, потому что тогда не было синхрогимнастики. Метода ключ не было, по которому сделана синхрогимнастика. А теперь послушайте. Отсюда происходит энергоэкономика личности. Энергоэкономика. Это значит, что вы начинаете молодеть. Потому что, когда вы занимаетесь действиями синхронными вашему состоянию, вы выходите на самое себя. То есть, по существу природа в вас работает гармонично. Гармонично работает, и сознание ваше свободное от страхов, комплексов, стереотипов, подражания авторитетов. Вы можете думать легко, если вы задумаетесь над каким-то вопросом, вы находите решение. Это удивительная штука. Энергоэкономика личности. Так вы представьте себе. Например, вы заболели. Ну, допустим, допустим, взрослый мужик и заболели. Какой вы становитесь? Капризный. Ваша жена знает. Это ты, Коля, говорит, заболел и стал как ребенок. Ну, что ты все время капризничаешь? Ну, почему так происходит? Потому что по природе мозг твой тебя защищает. Он тебя переводит в режим энергоэкономики. Энергоэкономии. Да, потому что тебе сейчас в этом состоянии, когда у тебя сил мало, трудно соответствовать высоким требованиям социума. И ты превращаешься невольно в ребенка капризного. То есть ты делаешь действия синхронные текущему состоянию в тот момент времени. Поэтому, ну, умная жена, она тебе скажет, ну, капризничай, капризничай, быстрее выздоровеешь. Так вот оно в чем дело. Или, например, ты занимаешься любимым делом. Когда ты занимаешься любимым делом, ты тратишь мертвые энергии. Потому что ты совершаешь действия, где нету конфликта между твоей деятельностью и состоянием души. Нет конфликта? Нет лишних сбросов. Ой, слушайте, это такая тонкость. Я прямо туда сейчас зайду. Это я вам буду целую академическую лекцию читать. Давайте мы так сделаем. Я напишу сюда одно слово. Энергоэкономия. Экономика личности. Чтобы вы запомнили, что синхрогимнастика и энергия. Экономия. А свободная энергия, которая освобождается у вас, когда действия соответствуют состоянию. Когда нету проблем. Открывающаяся свободная энергия идет на ваше творчество. На ваше обаяние. На ваш энтузиазм. Потому что в основном в обычной жизни ваша вся энергия идет на выживание. И поэтому вы ходите такие напряженные. Все время думаете, все время думаете. Как завтра жить будете. Как что делать. Как выживать. Как кому что сказать. Как казаться, чтобы на тебя люди смотрели. Как там, чтобы тебя уважали. Тебя это волнует. Потому что в социуме так устроен. Куда денешься. А здесь, здесь. Когда ты становишься самим собой. Когда нет у тебя противоречия. Энергия не затрачивается на их регулирование. Она затрачивается на твое творчество. Потому что ты по природе творец. И это не я придумал. Это в тебе работает. Потенциал. Это ген в тебе работает. Выработанный миллионами лет эволюции. Он у тебя включается. Потому что у нас кроме инстинкта самосохранения. Есть еще этот ген. Который заставляет тебя созидать. А когда он тебя заставляет созидать? То есть это потребность в развитии. Когда это включается? Когда вся энергия идет не на выживание. И поэтому, когда ты сбрасываешь лишнее напряжение. Посредством подбора действий. Которые синхронны твоему текущему состоянию. Ты эту освобождающуюся энергию. Затрачиваешь на решение нерешаемых вопросов. На созидание нового. На открытие. На все остальное. Вот посмотрите. Энергоэкономия получается. И теперь поэтому у меня есть друг. Он главный научный сотрудник института философии. Института философии. Главный научный сотрудник. Доктор философских наук. Владимир Аршинов. Да. Владимир Аршинов. Уважаемый, любимый мной человек. Да. И вот он мне позвонил и говорит. Слушай, давай еще поговорим. Мы просто раз делали ролик. Это год назад, по-моему, было. Можете в ютубе посмотреть. И вот дело в том, что он удивительный человек. Он в свое время меня познакомил с академиком Степиным, который был директор института философии. И они приходили ко мне в гости в центр на Таганке, когда я работал. Да. Ему очень понравилось то, о чем я разговаривал. Он даже мне письмо такое, Аршинов, подготовил. И директор института философии, я покажу в следующий раз эту бумагу, подписал, что мои практические работы и теоретические работы, они, ну, очень ценные в том смысле, потому что они как раз-таки связаны с областью порядок-хаос. Порядок-хаос, ну, это с философской точки зрения, с понятиями синергетики. Вот Володя Аршинов, он занимается вопросами и синергетики. Он меня познакомил с синергетикой. Это удивительная наука. Мы даже с ним звонили, академику Пригожину, который был за границей. В свое время мы звонили, чтобы я с ним поговорил. Ну, короче говоря, я договорился с Аршиновым, что мы вместе с ним сделаем видео и порассуждаем, потому что он, он сейчас занимается очень важным делом. Он занимается как раз-таки у него, ну, вы послушайте сами. Просто я вам хочу сказать еще раз, Сифрогимнастика связана с энергией экономикой личности, энергоэкономикой личности, а это связано с долголетием. Если вы будете знать, как время от времени имитировать ребенка, который капризничает, и время от времени, больше всего времени на досуге, заниматься любимым делом, вот тогда вы будете, ну, дольше жить. А все остальное время, оказывается, если люди этого не понимают, если они не знают новой модели работы мозга, о которой я в прошлый раз говорил, возьмите, откройте, посмотрите в прошлый раз. Я несколько роликов делал. Как между собой две половины мозга общаются, когда человек творит, когда выживает и когда отдыхает. И когда у него бывает так называемый дефолт работы мозга, состояние нуля. Ну, когда мы этому обучаемся практически, вот именно подбирая действия синхронно-текущему состоянию, мы создаем собственную физкультуру, индивидуальную, потому что мы создаем ее по критерию максимального соответствия вашей собственной личности. И это уже целое направление. Новое, которое поможет выжить нам, людям, в этом сложном мире. Да. И быть здоровыми, счастливыми и молодыми. Независимо от возраста. До встречи.